Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Полмиллиарда на тротуары. Вячеслав Володин анонсировал очередной масштабный проект в Саратове. Кошмар автомобилистов. На улице областного центра вернулись эвакуаторы. Бедность не порог. Жители Саратова назвали главную социальную проблему города. В Саратов с очередным рабочим визитом в четверг прибыл Вячеслав Володин. Спикер Госдумы не был в регионе больше месяца. За это время страна успела отпраздновать Новый год и Рождество. Президент выступил с ежегодным посланием перед Федеральным собранием. Обновилось правительство, ну а в саму Госдуму на этой неделе Владимир Путин внес законопроект о поправке Конституции. Документ получил название «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». В первом чтении депутаты рассмотрели его уже 23 января, то есть в тот же четверг. В Саратове жизнь протекает не так бурно, но приезд федерального политика – гарантированный способ встряхнуть местную политическую элиту. Депутаты, бюджетники и общественность вечером в четверг в третьем Пушкинском лицее на Советской прошло заседание городского актива. Спикер Госдумы рассказал о проектах, которые уже реализуются в Саратове, а также поделился планами на будущее. Завершение строительства пешеходной зоны, пляж на набережной, проект скоростного трамвая, новые школы в микрорайонах «Звезда» и «Авиатор», спортивные объекты и многое другое. Совсем новое для Саратова масштабный ремонт тротуаров. На эти цели планируют потратить более полумиллиарда рублей. Сразу скажу, деньги не из бюджета в Саратовской области, но бюджет поступил. Деньги не из бюджета Российской Федерации, но бюджет в Саратовской области поступил. Дальше депутаты ехать, так как они окрашены, целевые, направят, думаю, до середины февраля до же города, потому что все иное, так как соглашение будет подписано об их целевом использовании, предусматривает возврат. И в этой связи надеюсь, что деньги дойдут до города Саратова. Дальше в ваших руках проведение конкурсных процедур, которые должны завершиться в весеннее-зимнее время с тем, чтобы уже как только погода позволят те, кто будет заниматься ремонтом, установкой бордюров, ремонтом тротуаров, могли бы выйти на работу и заняться решением этой важной задачи. На территории города у нас расположено 756 объектов социальной сферы. Здесь муниципальные, региональные и федеральные объекты. Учреждения образования и здравоохранения, культуры и спорта. Конечно, тротуары, примыкающих к нему улиц, должны также соответствовать требованиям, потому что мы знаем эти улицы, буквально все центральные части, к которым идти просто невозможно. Это требования современной городской среды уже. Не только улицы исторического центра Саратова нуждаются в ремонте, но и многие тротуары во всех районах. Ну и самых больших, и Заводской, и Ленинский, и Кировский. Это подтверждается тысячами обращений граждан. Вот посмотрите на этот столбец и процентное соотношение количества объектов, обеспеченных подходами в результате первоочередного ремонта тротуаров. То есть это у нас как бы с вами итог будет года. На что мы выйдем? Предложение Михаил Александрович, подчеркиваю. Мы должны обсудить, скорректировать, потому что мне бросилось в глаза, что смотрите. Крунзенский 29,5, итог будет. Октябрьский 62,38, Волжский 34,04, Кировский, о чем я сказал, 11,4 десятых, Ленинский 38,34, Заводской 47,28. В среднем 37. Михаил Александрович, вот если мы берем средний показатель 37, мы все обделены. Вот мы когда говорим, почему в нашей области вот это не дают? А средний показатель хороший. Как средний по больнице. Но есть морг и есть реанимация. Вот здесь вот, посмотрите, у вас тоже. Где морг? Какой район? А? Ну 11 процентов. Почему? Вот смотрите опять. Ну, мы начинаем. У нас ресурс для первого этапа есть. Но, Михаил Александрович, тогда если вы эти средства, которые мы нашли, их направляем, вот таким образом предлагаете распределить, добавьте из своих к Кировскому району еще 100 миллионов. И он у нас сразу выйдет на другой показатель. Вы же это не учли, правильно? Михаил Александрович, я об этом и хотел сказать, что мы еще занимаемся и добавим к Кировскому району. Поняли? Это приезда к Ума. Нет, мы нам просто здесь, иначе мы никак не объясним. На фоне ремонта тротуаров возникла и тема освобождения города от торговых павильонов. У вас, коллеги, это все еще с 90-х годов, но нам надо с вами ларьки убрать с тротуаров. И вот здесь, Михаил Александрович, мне нравятся мои коллеги депутаты, Властной Думы, Городской Думы. Ну, примите решение. Ну, примите решение. Вы иногда принимаете такие решения, содрогаешься с вами от этих решений. Ну, вы скажите, у вас же поле для того, чтобы себя проявить, гигантское. Оно вообще не заполнено, как пустыня, идет и осваивается. Михаил Александрович, поэтому вот приходите к депутатам, им говорят, пускай незаконно принимают вам помощь. И надо с проспекта Кирова, с одной стороны, эти ларьки убирать. Вот если это пространство сформированное улицей, один разговор, а другой разговор, когда ты идешь в проспект, а тут вот на ларек наталкиваешься. Вот, рядом институт, к вам ехали, пол тротуара, ларек. Так это принадлежит городу, жителям города. Вы о чем? Кто это оформляет? Отпись поднимаете и возвращаете. Да, есть люди эффективные, но что-то можно предложить. Если тем более 10 раз перепродавали. Но, в любом случае, жители должны получить пространство для пешеходов. Пространство для отдыха. Мы сейчас рассудимся, изымаем и освобождаем от вальков города. Слушайте, ну, процесс это вещь великая. Вы закончите заниматься этим или у вас это занятие займет многие годы? Нет, оно не займет. А? Не займет годы. Точно? Да. Ну так вот, об этом надо сказать. И у всех настроение будет лучше. Потом взяли сначала, ну, Кировского района отобрали в три раза. Меньше им дали тротуаров. Значит, а потом теперь, говорит, мы ларьками будем заниматься всю жизнь. Спикер Госдумы также раскритиковал идею саратовских властей приглашать к реализации проектов варягов из других регионов. А сколько человек должно работать в целом на вот этом объеме? Ну, мы считаем, что это будет где-то порядка 300-400 человек. 300-400 человек. 30 тысяч? 300-400 человек. 300-400 человек, да? Ну, это немного. Это совсем немного. Да, и, Вячеслав Ильич, мы по соседним крупным городам с Романом Викторовичем были в одном и в Волгограде. Проедем еще в два-три города, потому что такой объем колоссальный. Нам необходимо, на самом деле, усиление, просто дополнительные рабочие силы. Вы сейчас все это ведете к тому, что увидим на улицах работающих мигрантов? Нет. Платите нормально и свои все сделают. 30 человек они никак не найдут. Вот представь себе, а? Да. Вот, Михаил Александрович, я сейчас встану. Как вы учителей в снеговике одеваете, это вы можете. Как и вы заставляете этот снег в мешке надевать, вы тоже можете. Тысячи человек не могут набрать. Я в этом не участвую, Ильич. А? Я в этом не участвую. Как не участвуйте? В Саратове это закончилось. Говорят, вы иду все. А, что это? Вы любите. Да. Но, кстати, здоровый смех продолжать жить. Михаил Александрович. Я всегда благодарю. Спасибо. С мэром повезло. Неизвестно, как жить будем, но точно точно. По мнению Вячеслава Володина, следить за качеством работ должны общественные советы. Их предложено создать в каждом районе. Жители Саратова самые острые социальные проблемы считают бедность. Таковы предварительные итоги опроса, которые в эти дни проходят на сайте наших коллег из информагентства «Взгляд.Инфо». В голосовании приняли участие почти 2000 человек. Из них примерно каждый четвертый респондент на первое место в рейтинге ставит бедность. В проблемную тройку также вошли коррупция и крайне низкие зарплаты. Далее в списке расположились некомпетентность власти, нехватка школ и детских садов, состояние общественного транспорта и развал ЖКХ. А что о саратовских проблемах думают люди на улицах города, это выясняла наша съемочная группа. Как вы считаете, что сегодня из этих проблем касается сегодня? Низкая зарплата, ЖКХ, ну и детских садов еще. У вас как с детским садом? Вынуждены дома сидеть, не работать. Муж работает у нас, он у меня работает в Пензе. Хватает на жизнь? Ну, если честно, нет. Покушать тоже, как говорится, все хотят. И за коммуналку заплати, и за школу заплати. И одеть, и обуть, как говорится, нет, не хватает. Очень много у нас людей за порогом бедности, не хватает средств на то, чтобы достойно жить, хотя бы питаться. У меня мама пенсионерка, и она говорит, вот еще бы хотя бы, ну хотя бы на 5 тысяч пенсию подняли, уже не говоря о каких-то больших суммах, было бы уже легче. А какая у нее, ну, средняя какая? 10 тысяч. Бедность, это у нас установлена определенная черта, то есть, малоимущие и нищие. Соответственно, нищие, это черта России, около 25 миллионов человек. То есть, это и есть бедность. То есть, чем беднее человек, тем он ребенку, не может дать образование, у него нет денег на это. Зарплата 15-20, это мало, конечно, в наше время. Как минимум, да, или в Саратове, чтобы нормальный человек, тем более у него есть семья, заботы какие-то, да, что, соответственно, в районе минимум 50 тысяч рублей. Если в Саратове, то это низкие зарплаты. В среднем от 15 до 30 тысяч максимум. На что хватает, на что не хватает? Если бы муж не работал, то вообще бы ни на что не хватало. Мы врачи, мы из медицинского, в пределах 10-15 тысяч сейчас в основном, у врачей зарплаты. Ну, и устроиться довольно-таки сложно. 15, это вообще никуда не годится. 20, кое-как. Более-менее 25-30. И то мало. Если ребенок в семье, это тоже мало получается. Людям не хватает, они микрозаймы берут. Нас трое, как бы, отец, мать, матери 20 тысяч, у отца 17. Я бы один не выжил. То есть я, если бы я пенсионер по общему заболеванию, не важно, я бы не выжил. У меня пенсия 11 тысяч. Пенсия уходит вся на еду, на ЖКХ. Одеться толком не может. Вот я ношу эту куртку уже 25 лет. Ухаживаю за ней. А так что, где ее возьмешь? Мне не нравится это слово бедность. Это так унизительно слышать вообще. В наше время вообще не хватает ни на что. Ну и нехватка школы, детских садов. Мы ждали, пока три года не исполнится дочери, потому что до трех лет сказали, даже близко не подходить. Я живу в сельской местности. У нас там садик небольшой. Лично моего внука не хватило места. Совершенно некомпенситетный народ. Ну а из этого все остальное следует. Я органы смотрю, дел трудился. Вот, и сейчас смотрю на них. Они не служить пришли. Они зарабатывать пришли. А это две разные вещи. Служить и зарабатывать. Это только в органах, как вы считаете? Ну почему? Везде, везде, везде. У нас государственные службы, что разница, не то. Они служить должны. Народу. А у них? Что? В первую очередь идет набить карман. Основная масса покрытия. Я не говорю, что все. Ну процентов, наверное, 70 вот именно занимается набитием карманов. А так ведь нельзя. Люди совесть не имеют в власти, которые воруют, и все сходит с рук. Люди простые, очень тяжело живут. Система образования наша, как говорится, прогнила полностью. Это коррупция. Если ты хочешь адекватно отучиться и все успеть, то тебе нужно будет заплатить денежку. Вот и все. Так как считаете, на работу устроиться сегодня молодому человеку сложно, а нет? В Саратове, если честно, сложно. Я был в Питере, жил там три года. Там можно найти работу. В Москве, в Питере. Бедность, коррупция и низкая зарплата. Для работы найти можно? Сложно или лучше уехать? Не знаю, я лучше уеду. Я домой поеду, там, наверное, работаю будет. Или в Москву. Какая устроила бы? Ну от 70 хотя бы. Что ЖКХ? ЖКХ? Да, это вообще ужас один. Петлю на шеи затягивают. Сколько платить? Ну 4 тысячи отдаем. Сколько из бюджета? Это частный дом. Я в двухкомнатной живу. Ну где-то 4 тысячи. Мы уже эти квартиры выкупили, если практически рассидеть. А так я не знаю, почему они постоянно прибавляют эту квартплату. Непонятно, на каком основании. Жизнь дерьмо в нашем Саратове. А, черт, спасибо. Я старшина роты внутренних войск МВД России. Угу. Спасибо. Представляете, я сейчас никому не нужен. Работаю в такси. Как-то вот ждешь, вроде как перемен к лучшему, а лучше не наступает. Надеюсь, что нашим детям достанется более, так сказать, светлое будущее. Я могу одно сказать, что в этой стране я ничего не вижу. Как и большинство моих сверстников и тех, с кем я общаюсь. То есть, это люди от 20 до 35 примерно. Выход? Уезжать из страны или что? Уезжать из страны. Будете пытаться уезжать или как? Ну, да, скорее всего. Куда? Ну, меня больше интересуют города, в которых больше продвинута медицина. Это Архангельск, Москва, Питих. Думаю, что все будет хорошо, когда-никогда. Ну, может, не в этой жизни, но в другой точно. Мнение интернет-аудитории и мнение горожан на улицах совпали. Чаще всего саратовцы говорили о низких доходах и, как следствие, о бедственном финансовом положении. Между тем, с такой формулировкой категорически не согласен саратовский мэр Михаил Исаев. Граждоначальник считает мнение горожан субъективным. Я думаю, что, наверное, полную картину можно снять тогда, когда идет общий референдум или какие-то социологические исследования каких-то профессиональных структур, кто этим занимается. Когда идут опросы на каких-то информагентствах и так далее, ну, очень сложно идентифицировать вообще, кто имеет возможность выйти там и выразить свою позицию. Горожане высказываются, там, критерии, там, 10 позиций, они там меняются, там, какие-то на острие сегодняшнего года, там, три года назад, может быть, эти позиции были на нижних строчках. Поэтому, я вам так скажу, знаете, как скептически отношусь, если моя позиция. Я все-таки считаю, что это можно снять на основании каких-то профессиональных опросов, которые этим занимаются. Ну, это моя позиция. Кошмар саратовских автомобилистов вернулся в областном центре. Снова заработали эвакуаторы. Несколько месяцев передышки расслабили владельцев авто в областном центре. Улицы города, несмотря на запрещающие знаки, забиты припаркованными машинами. В итоге, там, где, по идее, спокойно разъезжались два авто, с трудом протискивается одно. Их не было с апреля прошлого года. Теперь они вернулись. Страшный сон водителей вновь стал явью. Запомните это место. Автомобильный острог теперь здесь, на Симбирской 36. Пока тут практически пусто. Редкие четырехколесные пленники ютятся вдоль стен площадки, рассчитанной на 70 машин и мест. Это Игорь Косоруков. Перед прессой он представляет интересы ООО «Межрегиональный третейский арбитраж» и напоминает азбуку возврата своего транспортного средства из плена. Порядок таков. Он обращается сначала в ГИБДД по номеру 750509, узнает, эвакуировали его транспортное средство, или набирает информационно-справочную службу. Это 245-6007. Номер телефона. Ему, соответственно, должны сообщить, эвакуированный его автомобиль или нет. Потом он обращается на Весению 1 для получения документов о возврате ему транспортного средства. Соответственно, он приезжает на специализированную стоянку, где мы сейчас с вами находимся, предоставляет нам документы, подтверждающие право собственности на это транспортное средство, и документы, подтверждающие о возврате автомобиля. Ему выдается счет на оплату. Он оплачивает этот счет по безналичному или наличному расчету и уже забирает свое транспортное средство. Установлены тарифы. Это за хранение 2150, грубо говоря, рублей. И за... это за перемещение. А за хранение практически 40 рублей в час. То есть идет почасовая оплата. Пока здесь работает всего два эвакуатора. Почасовая оплата начинается не спустя сутки пребывания на стоянке, а с того момента, когда прибывший на территорию автомобиль коснулся колесами земли штрафстоянки, расчет фиксируется в журнале. Фиксируется время прибытия, фиксируется время, когда убытие автомобиля отсюда. Как и в любом месте лишения свободы, главное это хоть какой-то комфорт. И здесь он есть. Это возможность оплатить услугу за эвакуацию на месте, наличными или даже по карточке. Несмотря на начало работы и явный голод, до получения средств на окупаемость вложений, Игорь Косоруков говорит за всю Одессу. Зверствовать на дорогах они вроде бы как не собираются. Это не к нам вопрос зверства, это к сотрудникам ГИБДД и ЛДПС. Городской ГИБДД уточняют особенности взаимодействия с частниками. Сейчас в день заступает 78 постосмен. Каждый наряд может вызвать эвакуатор. Но при условии, что есть техническая возможность у поставщика услуги. То есть эвакуироваться должны лишь злостные нарушители. Инспектор на маршруте патрулирования, принявший решение об эвакуации транспортного средства Соответственностью статьей 27.13 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации Отделает заявку в диспетчерскую службу данной специализированной станции. То есть специализированная станция, подтверждая, что эвакуатор у них в наличии есть, И они незамедлительно могут выехать, приезжает инспектор, составляет соответствующие документы И происходит эвакуация транспортного средства на специализированную стоянку. То есть в первую очередь, конечно, будет это на грубые нарушения ПДД. То есть это остановка в местах, где это будет создавать или угрозу безопасности дорожного движения, Или на пешеходных переходах, в местах для инвалидов, где осуществляется несанкционерная стоянка. То есть на это будет в первую очередь обращаться внимание. Как говорят в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, Появившуюся компанию можно считать второй попыткой вернуть помощников невнимательным до знаков водителям, Временно лишиться своих машин на улицах города. Первая провалилась. Разыгран следующий конкурс. Победила одна из трех заявившихся компаний. Договор с ними заключен на три года. Сходя из опыта работы службы эвакуации в предыдущий период, У нас такого количества перемещаемой техники не планируется. По факту мы сейчас проводили анализ. У нас за первые три дня, по моим данным, 16 машин было эвакуировано. На сегодняшний момент потребность закрывается. При необходимости они гарантируют, что количество техники увеличится в соответствии с потребностями. Городской депутат Виктор Марков, как участник муниципальной комиссии по безопасности дорожного движения, считает, что новая служба эвакуации, если и должна расширяться, то исключительно для нужд города. Как поступит новая организация, которая выиграла конкурс, говорить об этом пока рано. Если они будут работать так же, как они начали первые дни, то ничего страшного не будет, я думаю, для города. И они провозгласили, что повальной ликвидации не будет, повальной эвакуации не будет, а будет лишь по заявкам для того автотранспорта, который реально мешает на дороге, будет эвакуация. Если это будет так, я просто им буду аплодировать и радоваться. Но еще раньше весь город оказался в плену временных знаков, регламентирующих парковку на период уборки снега. Многие водители, видимо, еще не знают, что эвакуаторщики опять в городе и продолжают ставить машины под знаком. Но это, скорее всего, происходит по другой причине. Особо остро эта проблема чувствуется на улице Чапаева. Большая четырехполосная дорога практически на всем протяжении получила запрет на парковку по обе стороны. Центр Саратова, большое количество офисов, магазинов и других рабочих мест. Но теперь с появлением службы эвакуации водители вынуждены искать место для парковки, которое, к сожалению, так и не появилось. При этом особо чистить на улицах этой зимой нечего. Дефицит снега держит уборочную технику в заперти, но при этом глава города уменьшит количество временных знаков, не спешит. Пока не закончилась зима, мы этим заниматься не будем. Та погода, которая в декабре, в январе, мы не знаем, какой у нас будет февраль. Поэтому, когда придут весенние месяцы, конечно, мы к этому вопросу подойдем. В любом случае водителям, эвакуаторщикам и запрещающим знаком сосуществовать все время действия контракта с новой компанией. А это целых три года. Число россиян-банкротов растет четвертый год подряд. Законопроект, позволяющий признавать несостоятельными физических лиц, был принят несколько лет назад. Вал обращений пока приходится на 2019-й. Только за 9 месяцев банкротами объявили почти 50 тысяч человек. Это практически треть от общего числа тех, кто сумел пройти всю процедуру целиком. Как человеку, накопившему долги, решить свою проблему? Как не стать жертвой мошенников? Что заставляет влезать людей в финансовую кабалу? Какие ограничения накладывает статус банкрота? Ответы на эти вопросы искала наша съемочная группа. Впервые термин банкротства для юридических лиц появился в начале 2000-х. А с 2015 года банкротами могут стать и физические лица. По данным Национального бюро кредитных историй, за 4 года действия закона почти 150 тысяч россиян стали банкротами. Доходы падают, население спасается кредитами, а в результате впадает в долговую яму. Что заставляет людей идти на банковские уловки и как потом они выбираются из финансового рабства? Так, портрет дочки Яночки. Самый такой, можно сказать, ну первый на выставку я его сделала. Ольге Грековой, саратовской художнице, 22 января этого года арбитражный суд списал долг в размере 800 тысяч рублей. Все началось еще в 2005-м. Тогда преподавателю Шолоховского университета один из банков предложил кредитную карту. В это время старшая дочь художницы поступала в университет и как раз нужны были деньги. Ну всего лишь от 30 тысяч. Начали с 30. Я ее отдавала, опять брала, отдавала, опять брала. Это бесконечный процесс. Я пошла еще одну карточку взяла, 100 тысяч, которая потом переросла в 350. Ну они, знаете, они предлагают, потому что вы хорошо пользуетесь, вот вам еще, вот вам еще. Но это уже процент идет не со 150, а с 200, с 250, с 350, понимаете? И вот эта зарплата, которая хорошая, она отдается, потом опять ты тут же, и идет вот такой вот, одну ногу вытащишь, другая завязана. Ты себе не принадлежишь. То есть они тебя захватывают уже полностью в это рабство, и ты уже находишься в этом рабстве очень длительный период. Как правило, рассказывает саратовская художница, банки увеличивают лимит по карте за несколько дней до очередного платежа. Финансовая уловка, на которую и попадаются должники, а тем самым еще больше залезают в долги. Чтобы как-то избавить себя от угрожающих звонков коллекторов, Ольга Грекова закрыла карточки, перезаняв деньги в микрозаймах, где всего лишь по одному документу и за короткое время можно получить необходимую сумму, но под грабительские проценты. Все коллекторы звонили сюда тоже, выбивали телефон, то есть директор не мог позвонить даже никуда, вызывали милицию. Звонили, угрожали, выключали свет, отрезали свет в квартире, всем родным, знакомым, близким, даже моим ученикам. Сколько в итоге вы выплатили, сами не считали, сколько денег? Ну, я, наверное, много выплатила, две квартиры, наверное, точно выплатила. Ну, если я каждый месяц платила по 30 тысяч, то есть получается, я никогда не получала полностью ни своей пенсии, ни своей зарплаты. То есть я кому-то что-то отдавала. Низкий уровень жизни многих граждан нашей страны привел к высокой закредитованности населения. С одной стороны, кредитный механизм – это благо для экономики, но с другой – зло, когда это последняя возможность обеспечить свое существование. У кого-то тяжелое положение, была жизненная ситуация какая-то, они взяли и в дальнейшем не смогли платить. У кого-то безграмотность была, не понимал того, какие проценты общей сложности придется переплачивать. Кто-то свои силы не рассчитывал, полагал, что будут заработки, а их не было. У всех абсолютно разные причины. Как правило, это малообеспеченные граждане, которые, как у Ольги Сергеевны, берут один кредит, перекрыт другой, в итоге долг растет. Ну, бывают и другие категории, у которых долги просто миллионные. Ну, конечно, проще признать себя банкротом и реализовать имущество, стоимость которого гораздо меньше суммы долга, и списать. Не от хорошей жизни берут люди кредиты, считает член общественного совета при региональном управлении Федеральной службы судебных приставов Ольга Коргунова. Я знаю, что, вот, например, Оксана Зверева у нас есть, мама, которая выпускница интернатных учреждений, хорошая мама, прекрасно воспитывает девочку, но живет от подработки к подработке. И тоже ей приходится попадать в такие жизненные ситуации, где у нее отключают свет, где она приходится ей брать какие-то, может быть, малые такие займы. Она где-то там заговориться машину помыть, где-то снег в прошлом году чистила и так далее и тому подобное. То есть у нее негде работать, потому что ее нигде не берут, у нее нет образования, кроме 11 классов. Институт банкротства граждан набирает популярность. Число тех, чьи имена оказываются в списке банкротов, растет с каждым годом. По данным инициаторов проекта Общероссийского народного фронта за права заемщиков, которые в ноябре прошлого года публиковали известие, Саратовская область вошла в десятку российских регионов с самой высокой долей граждан банкротов от общего населения. На тот момент на 100 тысяч человек. У нас в среднем насчитывалось 53 банкрота. Получить заем на карту не составит мне труда. Прямо из дома за минуты позволяет мне она. Ей оплачивать покупки можно сразу и везде. В интернете, в магазинах. Удивляюсь быстроте. Обычно ларьки с микрозаймами располагаются в многолюдных местах, рядом с рынками и магазинами. На стремлении людей моментально разбогатеть и играют такие конторы, порабощая все больше граждан, желающих жить непосредством. Ну не хватает, конечно, но как-то кручусь, верчусь. Там же нет процентов никаких. Вы имеете дожгодный период, да? Ну да. Спиваешь, кладешь, опять снимаешь, кладешь, опять снимаешь. И так круговорот денег на карте. Когда нет денег, то это очень удобно. Потому что, ну, то есть, берешь деньги и в течение трех месяцев или месяца вкладываешь туда. Очень удобно. То есть вас выручают, да? Да, да, да. У вас есть кредитная карта? Да. Мы их раздаем. Продаем, можно даже так сказать. Мы сотрудники банка, да. Вам не надо, кстати, ипотеку или кредитную карту? Лучше стали брать, чем вот раньше? Или как? Вот есть какая-то... Нет, конечно, меньше. Меньше сейчас? Да, меньше. Качество клиента немного ухудшится, я бы так сказала. Да. Добросовестность. Многие про... Да, добросовестных мало стало, соответственно. Плохая кредитная история. Поэтому... Ну, это не только от клиента зависит, но и от работодателей, которые там задерживали зарплату и какие-то сокращения. То есть люди не могли платить по своим кредитным обязательствам. Наше дело выдать и забыть. Меня возмущает сам процесс, что банки постоянно звонят, присылают смс, навязывают кредиты, звонят в самое неудобное время. Огромное количество людей, которые платят несколько кредитов. И это такая зависимость страшная. То есть если человек заболел, мы прекрасно понимаем, каковы могут быть последствия. То есть я считаю, что государство должно, конечно, мешаться в этот процесс, ликвидировать эти микрозаймы, которые, буквально, с этого слова, обирают людей. И возникает закономерный вопрос. А почему государство не защищает нас от такого рода кредитов? И почему такой огромный процент? Прежде чем брать кредит под грабительский процент, стоит 10 раз подумать, а сможете ли вы его вернуть? Если деньги все-таки взяли, а расплатиться не получается, то нужно обращаться к специалистам. Пошагово можно разделить весь процесс банкротства физлиц на ряд этапов. Первый этап, очень важный, это этап сбора документов. Это, во-первых, блок документов о личности. Второй блок – это информация об имуществе. Третий блок документов – это документы о кредиторах с указанием всех контактных данных, суммы долга, периода образования задолженности, а также с приложением, подтверждающих эти обстоятельства документы. После того, как гражданин собрал эти документы, можно приступать к подготовке заявления о банкротстве. Если же говорим о результате рассмотрения заявления, то суд может применить одну из трех процедур. Это процедура реструктуризации долгов, процедура реализации имущества и процедура мирового соглашения. У должника остается единственное жилье, ряд личных вещей, а также те вещи, которые будут исключены из конкурсной массы в соответствии с определением суда. Но не нужно забывать, что есть ряд негативных моментов. Сама процедура банкротства налагает на человека ряд ограничений. Нельзя выезжать за границу, у вас больше не будет возможности открывать депозиты и счета. В течение пяти лет после признания должника банкротом невозможно повторно подавать на банкротство. Три года нельзя занимать руководящие должности, и в период процедуры вашими личными средствами и доходами будет распоряжаться арбитражный управляющий. Ну и сама процедура может длиться до года. Недостатков выявляется достаточно много, но даже несмотря на них, банкротство граждан все равно остается спасательным кругом для тех, кто не имеет возможности выплачивать долги. На этом все. Встретимся через неделю. Надеюсь, она подарит нам массу интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова